Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что одним из ключевых моментов является, во-первых, ваше ожидание, во-вторых, это то, что у вас есть определенные иллюзии, ничем не подцепленные. Давайте по поводу ожидания. Ожидание – это то, что вы ждете, что человек не поступит с вами так, как поступал с другими. Честно говоря, не очень понятны реальные основания этого, то есть почему так должно быть. Это первое. Второе, что касается ожидания, это ожидание того, что общение должно быть красивым, это ожидание того, что из ситуации нужно выйти так же красивым, но вот и соответственно отрицание какой-то, какой-то альтернативы. То есть по сути вы себя загоняете в такую своего рода клетку, как мне кажется, когда вы требуете, требуете сами от себя красивого общения, с одной стороны, с другой стороны, вы связываетесь с человеком, с которым такое общение, такое вот взаимодействие невозможно. И соответственно возникает, на мой взгляд, логичный вопрос, а не для кого ли вы это делаете, чтобы почистить себя. Потому что, например, что если сейчас выйти из текущего положения достойно невозможно. Почему-то вам кажется, что если вы настаиваете и требуете вернуть вам вашу вещь, при том, что эта вещь, мягко говоря, не десёвая. Почему-то вам кажется, что это унижение. То есть это, по сути, вот такие, на мой взгляд, ограничивающие вас истории, это такие, на мой взгляд, ограничивающие вас моменты. Вот. И, ну, в общем и целом, это, на мой взгляд, то, что сейчас является самым главным фактором здесь, как бы. Вот. Соответственно, вам нужно, на мой взгляд, брать ответственность за себя. Вот. Несколько может быть реалистично, несколько может быть реалистично подходить к вопросу, ну, к вопросу выстраивания общения с человеком. Вот. И, вероятно, всё-таки, принимать и в себе, и в других людях, ну, скажем так, несколько другие стороны. То есть, принимать в себе сторону, может быть, не такую красивую, которая есть у каждого, и принимать в других то, что они могут вести себя не очень хорошо. Вот. Ага. Потому что, ну, понимаете, вот, выглядит, выглядит эта ситуация, которую вы описываете, таким образом, что вы поместили себя, по сути, в тупик. Вот. И вы спрашиваете у нас, как из этого тупика выйти. Я не думаю, что психолог может говорить, как выйти из той или иной ситуации. На мой взгляд, то, что я вот, например, со своей стороны вижу, это то, что в определённый момент вы упустили какой-то важный момент в своих чувствах. То есть, вы упустили какие-то свои переживания, не выразили их, потому что обесценивали, потому что, ну, привыкли, может быть, обесценивать. Вот. И, соответственно, как результаты, вот, вы столкнулись с таким неприятным обстоятельством. Да? Что, ну, по сути, да, получается, что сейчас у вас безвыходная ситуация. Вот. Вот и все. То есть, если вы сами рассматриваете требование вернуть ценную для вас вещь, как унижение, то никак, никак абсолютно из этой ситуации достойно не выйти, потому что мужчина сам вам еще отдавать не собирается, просить вы его больше так же не собираетесь и, соответственно, называя вот эти просьбы унижения. Никак, по сути. То есть, это, ну, для меня это выглядит, знаете, как игра такая вот есть психологически называется да-но, да-но. Вот, мне кажется, что вы, как бы, осознательно или бессознательно в эту игру играете. Вот. То есть, изначально, изначально пропуская элемент своих границ, личных границ, изначально вы потом сталкиваетесь с, условно говоря, расплатой за это, вот, и, как бы, страдать. То есть, тут момент такой, что, ну, вот, что общение, которое у вас, ну, возникает, да, складывается, оно ведь зависит от вас и от вас тоже. И вы не хотите за него ответственность. А получается, что вы, вступая в контакт с человеком, ждете от него какого-то другого отношения, и, в общем-то, это ничем не подкреплено. Абсолютно. Вот. Значит, я также думаю, что забывание о ценных вещей происходит в результате некоторых процессов, вот, которые, ну, вот, вам свойственны, эти процессы вам свойственны. Вот, соответственно, эти процессы нужно выявить, вот, стараться увидеть, например, что за ними скрывается, да, какие чувства за ними скрываются, за этими процессами, вот, и, соответственно, эти цифры признать и учиться их выразить. Вот. Значит, вот вы говорите, что я не хочу унижаться перед ними и простить. Ну, вот, как бы, почему для вас, для вас просьба вернуть вам вашу вещь цену не является, является унижением. Вот. Это, на мой взгляд, вот, знаете, с одной стороны, перекладывание ответственности на человека, ты должен мне эту вещь вернуть. Может быть, и не должен, но вопрос в том, что человек, ну, человек-то может считать по-другому. Это первое. Второе, это то, что как будто бы вы готовы обесценивать себя, своё желание вернуть эту вещь, что вызывает вопрос. Вот. Дальше. Ссориться с ним не хочу, но красивое общение с ним уже не получится. Ну, опять же, как бы, здесь вот момент про то, что далеко не со всеми людьми получалось красивое общение, и это нормально, что красивое общение не получалось не со всеми. Ну, нужно, нужно, на мой взгляд, также учитывать, что красивое общение, если вашим, например, партнёрам фиксируется такой момент, что вы нуждаетесь в красивом общении, если вы хотите красивое общение, вот, что партнёр будет как-то вот использовать вас, использовать это ваше желание для того, чтобы вами манипулировать. Это тоже такой достаточно важный момент. Поэтому, если вы ставите во главу угла классы вообще, то вам нужно отказаться от своей вещи. Если вы ставите во главу угла то, что вы унижаетесь, то есть то, что вас, ну, то, что вас будет задето в самолюбии, то вам точно это сказаться от своей вещи. Вот. То есть, как бы, ну, вы поймите, вы взрослый, вы взрослый человек, я не думаю, что им это неслово сменять, но просто хочу вот указать на такие моменты, они, на мой взгляд, противоречат, ну, противоречат друг другу. Вот. Это я пытаюсь, пытаюсь отдаваться Дениске. Я знал, что он же обманывал людей пищевой, но не думаю, что он будет делать так исти меня. Почему? Почему? Понимаете, вот это вот вопрос, как раз, вопрос, связанный с иллюзиями, да? То есть, может быть, это связано, как раз, с тем, что в глубине души вы думаете о себе не так, может быть, хорошо и не цените себя. Вот. И переносите на другого человека, в том числе на красивое общение. Вот. И некоторую компенсацию того, что вы чиняете по отношению к себе самой. Вот. Такой вариант должен, может быть, к сожалению. Так. Мне очень обидно, пищевой. Ну, вот. Обида – это про ожидания с одной стороны. И обида – это про нарушение своих границ, своих личных границ с другой стороны. Вот. Соответственно, соответственно, что здесь нужно сделать? Обиду нужно проработать. То есть, необходимо, ну, необходимо, чтобы вы сами увидели то чувство, которое стоит за обидой. Вот. И дальше, чтобы вы это чувство признали и чтобы вы его не просто замечали, но и включали в контакт человека. Вот. то есть, когда вы говорите, как достойно выйти из ситуации, то, не знаю, не знаю, замечаете вы это или нет, но, вот, по сути, вы требуете от себя, грубо говоря, забить. Вы требуете от себя забить. Забить на свои границы. Забить на свои чувства. Ну, не знаю, обиду я или нет. Да, вот, я сейчас достойно выйду из ситуации. Ситуацию как-то закроется. Закроется. Все решится красиво. Все, как бы, вот. То, что было, можно забыть. Можно забыть. Как страшно все. Ну, вы, может быть, это и забудете. Но важно понимать, что в следующий раз, когда вы окажетесь, если не в похожей ситуации, то просто в контакте с человеком или в контакте с мужчиной, тем более, вот, какие-то паттерны поведения у вас снова проявятся. Вот. Это нужно понимать, это нужно учитывать. Вот. И, соответственно, здесь достойный выход из ситуации не решить проблем. Вот, кроме того, достойный выход из ситуации, как мне кажется, подразумевает то, что, вот, внезапно человек возьмет ответственность за вас, да, вот, и, соответственно, вернет вам вещь там. Вот. Сделать так, чтобы вы в кавычках не унижали. Почему в кавычках? Потому что... Унижение, когда вы просто, ну, когда вы требуете... Сделать вам всех, чтобы вы сможете вернуть свою вещь, а оно... Интер盛 invisible-то. Сделать ней ooh, что значит интроективное? Да? Что значит интроективное? Да? Это значит, что... Ну, что вам так то, что, что так кажется, теперь this is kind of a social and a social как-то вот в углу угла ставится, ну, ставится немножко не то, как-то вот в углу угла ставится то, как вы будете выглядеть перед другим человеком, но не то, что ценно вам. И нет ничего удивительного, что мужчина, который, судя по всему, не чувствует манипуляциям, этим пользуется, нет ничего удивительного в том, что мужчина, который, очевидно, мало думает о вас в данном случае, и больше думает о себе, вот, нет ничего удивительного, что он это чувствует и пользуется этим, вот, так ему было. Не исключено, так же не исключено, что вы болезненно относитесь к потере контроля. Вот. Ну, то есть, иными словами, когда вы теряете контроль, вот, вы болезненно к этому относитесь, вот, к тому что, теряете контроль. И не исключено, что вам это, ну, достаточно тяжело принимать вам это достаточно трудно, переживать, вот, что ситуацию контролируете не вы, а кто-то другой, кто-то другой. В данном случае поправим нас в контролируем, связанной с тревогой, вот, с некоторым недоверием себе, вот, и по сути, по сути, происходит из недоверия себе. И переносом, скажем так, руководящей, направляющей функции вашей модели поведения, из чувственной, да, в рациональную. Вот. И главное отличие в последнем является в том, что она представляет от себя набор интроэктов, вот. Так как, например, что со мной так не поступит, вот, он обманывал людей, но со мной так не поступит, вот. Если я буду настаивать на том, чтобы вернуть свою ценную вещь, это унижение, это ценный проект. И последний момент, на который я хотел бы обратить вам внимание, это то, что забывание, ну, забывание некоторых аспектов здесь может быть, в частности, связано, вот, как раз, с тем, что, ну, контролируя, да, вот, ну, контролируя, пытаясь, пытаясь контролировать. Вы, как раз, таки, в определенный момент уходите в забывание, вот, чтобы не контролировать. То есть, то есть, находясь, вот, в таком, своего рода, постоянном, а, ну, может быть, не постоянном, но контролируем. Вот. И вполне можете, а, чтобы, уставать и отдыхать, вот, в забывании, в таком, в забывании. Забывании, по сути, тех, тех вещей, которые вам важны. Вот. Понятно, что вам, вам может казаться, что это вы стены из пальца, и я не буду с вами спорить, если у вас, ну, возникает такая мысль, вот, если вы со мной не согласны, но прежде, чем обмахнуться вот этого, я хочу, чтобы вы направили к себе, в себя то, что я говорю. Вот. И спросить, например, себя о том, а всегда ли, например, вы были искренне с человеком, ну, с своим, молодым человеком. Вот. Всегда ли вы были с ним собой. И если нет, если бы не были с ним собой, ну, вот, красивое общение, оно, как бы, намекает на то, что с собой вы, скорее всего, не были. Вот. Потому что красота, это всё-таки про внешнюю историю больше, чем про, ну, чем про искренность. Потому что искренность, она бывает разная, она не всегда бывает красивой, вот, к сожалению. Или к чести, ну, такой вариант. И вот то, что происходит, может быть следствием этого. То есть так вам откликаются ваши же собственные притязания, вот. Которые, которые по своей сути могут быть неплохими, вот. Но которые не совсем отражают ваши чувства. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, Елена. Вот. Я надеюсь, что какую-то пищу для размышления вам да. Надеюсь, что вам это будет, будет, как минимум, небесполезно. Вот, как максимум, я надеюсь, что вы увидите определенную проблематику, если хотите её решать, выбрав себе специалиста на сайте и, соответственно, начав с ним работать. Или, там, выбрав, например, ну, очную работу, да, и, соответственно, начав работать с психологом очень. Вот. Тут уже, понятное дело, вам решать, но без какой-то работы, наверное, вам будет сложно. И без какой-то работы ситуация может, ну, оставить достаточно серьезный отпечаток. И, может, в будущем, да, может, доставить вам еще хлопот определенный, вот. Например, там, вам будет, там, как-то, вот, болезненно, да, доверять, например, мужчинам, да. Вот. И вы будете, может быть, ну, более насторожен, наверное, опасно вы еще более с ними общаться. Вот. Как-то так. На этом все. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Все это поможет вам начать первичную работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ваша, ну, ситуация, ваша история будет самым лучшим образом разрешена. Вот. Но, скорее всего, она будет разрешена, ну, не так, как вы себе это представляете. Ситуация не будет разрешена так, как вы хотите, скорее всего. Вот. И ситуация будет разрешена только, ну, на мой взгляд, по моему предположению, ситуация будет разрешена только, если вы измените в корне свой подход. Вот. Сейчас, вероятно, вероятно, сейчас, в рамках привычной для вас стратегии, разрешить ситуацию, ну, представляется достаточно затруднительно. И мне бы очень хотелось, чтобы вы восприняли это как некую возможность для своего роста, как некую возможность для своего развития, мне бы очень хотелось этого. Вот. Мне бы хотелось, чтобы вы увидели в этом потенциал, потенциал для себя. Вот. Ну, в первую очередь, потенциал именно для себя. Вот. И, соответственно, чтобы вы, ну, сказать, чтобы вы вынесли урок, из этого, наверное, будет в какой-то степени пафосным, да. Вот. Но, в любом случае, я вам, вам я желаю всего самого хорошего только. Вот. Всего самого доброго только. И надеюсь, что вы сможете более полно реализовывать то, что вам хочется. Удачи! Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова